МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал о первой карагандинской новости. В студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 11 молодых семей городской больницы Сарани получили ключи от служебных квартир. В торжественном мероприятии принял участие Аким Карагандинской области и Ирлан Кушанов. Светлый праздник у Роза Айт отмечают карагандинцы. В областной мечети Анедбаба тысячи мусульман завершили праздничную молитву. В ходе мероприятия был осуществлен благотворительный сбор средств для двухлетней карагандинки, страдающей ДЦП. В комнатах студенческих общежитий проживают посторонние лица. Отсутствуют актуальные списки проживающих. Эти и другие нарушения в ходе рейда обнаружили члены специальной мониторинговой группы. Обо всем более подробно. 11 молодых врачей городской больницы Сарани получили ключи от служебных квартир. В торжественном мероприятии принял участие Аким Карагандинской области и Ирлан Кушанов. Самат Куанышев вместе со своей супругой – яркие представители семьи молодых специалистов. Он врач-хирург, она участковый терапевт. Самат родился и вырос в Экибастузе. Его жена в Петропавловске. Закончив обучение в Караганде, молодые люди нашли работу в Саранской городской больнице. На ярмарке вакансий в 2017 году нам предложили устроиться в центральную городскую больницу города Сарань на таких условиях, что нам предоставят жилье. И получается полностью это жилье на балансе больницы в данный момент мы оплатим только за коммунальные услуги. Пока мы работаем, жилье остается за нами. Самат Куанышев стал одним из 11 молодых специалистов центральной городской больницы Сарани. Которым глава области Ерлан Кушанов вручил ключи от служебного жилья. Символично, что это торжественное мероприятие состоялось в канун профессионального праздника медицинских работников. Я поинтересовался, ребята, которые молодые сегодня получают ключи, они из разных регионов нашей страны. Также я хотел отметить такой момент, что в основном все они холостые. Мы единственная семейная пара. Я думаю, в этом городе все вы найдете не только любимую работу, но и уверен, найдете личное счастье. Я еще раз хочу вас поздравить с новосельем. Это здание раньше было поликлиникой. После перепланировки и капитального ремонта здесь создали 11 квартир, 8 однокомнатных и 3 двухкомнатных. Следует отметить, что квартиры оборудованы всем необходимым, включая мебель, бытовую технику, телевидение, интернет. В этом убедился Акимобласти, посетив квартиру молодой семьи. Директор городской больницы отметил, что эти врачи – лишь первая волна молодых специалистов. Уже в ближайшее время здесь ждут еще 5-6 человек. Нам еще необходимы узкие специалисты, но они должны дальше обучаться в резидентуре. И среди вот этих наших претендентов мы будем подбирать кадры для того, чтобы обучать в резидентуре. Опять же, за счет средств нашей клиники. Они сегодня не обучаются в резидентуре? Они должны где-то к сентябрю только поступить. Вот из них мы будем выбирать для того, чтобы кто-то уже пошел на обучение в резидентуре. В ходе рабочей поездки в город Сарань Ерлан Кушанов также посетил гемодиализный центр, открытый в рамках государственно-частного партнерства. Установлены современные аппараты для гемодиализа итальянского производства, венгерские кресла для размещения больных. Всего центр может одномоментно принимать 5 пациентов. Глава региона заявил, что в области делается все необходимое для оздоровления населения. А сколько раз в неделю вы делаете? Три раза в неделю. Это приходилось вам три раза ездить в Караганду? И зимой, и летом, в жару, и холодом? Девять лет. Девять лет. Ну, не болейте, вы здоровы. Мы сделаем все возможное здесь для вас. Стоит также отметить, что сегодня в Саране, как и по всей Карагандинской области, служебное и социальное жилье появляется путем восстановления брошенных домов. Ярлан Кушанов побывал на одном из таких объектов. Он заявил, что таким образом можно привлечь в регионы всех необходимых специалистов. Прошлый год, я уже говорил, когда выступал, 18 квартир выделили в Алхаше. Прошлый год мы восстановили, мы пошли по пути восстановления заброшенных таких зданий. В прошлом году в Алхаше восстановили, 18 квартир выделяли. Я каждого, когда ключи вручал, спрашивал, откуда приехал. Сейчас тоже спрашиваю. С Южного Казахстана, с Кустана, с Екимбаскуза, с Петропавловска. Со всего Казахстана люди приехали. Дефицитные, ну, как бы, такие редкие специальности, которые нам нужны. Акимобласти Ирланд Кушанов также ознакомился с ходом работ по благоустройству города Сарань. На сегодняшний день 30% дворов многоэтажных домов уже благоустроены. По словам градоначальника Ержана Тимирханова, за три года будут отремонтированы все дворы многоэтажек. Целыми днями катаетесь, да? Да, красиво теперь вообще дома не купили. А раньше где играли? Раньше ходили, дальше на другие площадки. Теперь мы прям рады, что нам все сделали здесь. Прямо молодцы. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Каргандинский. Лучших работников здравоохранения наградили премией Акимобласти. В канун Дня медицинского работника во Дворце культуры горняков состоялось праздничное мероприятие, в ходе которого 8 специалистов получили дипломы. Концерт прошел с участием звезд казахстанской эстрады. В преддверии Дня медицинского работника Курганская Светлана Андреевна получила особую награду. В торжественной обстановке врачу-неанатологу детско-областной больницы вручили диплом в специальной номинации за верность профессии. Признание и почет Светлана Андреевна заслужила 46 годами труда во благо здоровья подрастающего поколения. Она отмечает, что для нее лучшей из всех возможных наград является выздоровление детей и искренняя благодарность их родителей. Лучшее, конечно, когда дети выздоравливают. Это самое лучшее. Ну и благодарность тоже. Ну, пациенты многие говорят спасибо. Это очень приятно все равно. Какой ребенок выздоравливает, еще родители благодарят тебе. Спасибо. Приятное время. Традиционное мероприятие, посвященное чествованию работников сферы здравоохранения, состоялось во Дворце культуры горняков. Премии Акима Карагандинской области в текущем году наградили 8 специалистов. С поздравительной речью перед публикой выступил заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. Дорогие друзья, сегодня мы чествуем тех, кто посвятил себя медицине, самой сложной из наук, самому благородному из искусств и самой продвинутой отрасли нашей Карагандинской области. Я благодарю вас за то, что вы с пониманием относитесь к модернизации медицины нашего региона и своей ежедневной работой совершенствуете ее. Красочный праздник для гостей устроили талантливые исполнители и творческие коллективы. Перед восторженной публикой выступили Зарина Алтанбаева, Алишер Каримов и Толкан Забирова. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Карагандинцы отмечают праздник Ораза-Айт. В областной мечети Анет-Баба тысячи мусульман совершили айт-намаз. Для прихожан мечети и жителей города была организована масштабная праздничная программа. В ходе мероприятия был осуществлен сбор средств для страдающей ДЦП двухлетней карагандинки. Утро 15 июня тысячи правоверных карагандинцев встретили айт-намазом. Праздничная молитва была прочитана по случаю окончания месяца Рамадан. В переполненной областной мечети Анет-Баба собрались те, кто провел священный месяц, как подобает истинному мусульманину, соблюдая пост и совершая богослужения. Уполномоченный имам духовного управления мусульман Казахстана по Карагандинской области Умирзаха-Жабих-Кожа поведал людям о том, как следует отмечать праздник Ораза-Айт. «Провожаем священный месяц с почтением, с почтением, с нехотением. И эти три дня для мусульман являются одним из двух величайших праздников мусульман. И сегодня праздник мусульман Ораза-Айт будет праздноваться три дня. И эти три дня все мусульмане проявляют большое усердие для проведения данного праздника. Это праздник милосердия». Незыблемые основы ислама – это доброта и милосердие. Символично то, что праздник Ораза-Айт мусульманская община решила скрасить благим делом. На территории областной мечети была организована благотворительная ярмарка, нацеленная на сбор средств для двухлетней медины от Мухамедовой. Девочка страдает детским церебральным параличом и нуждается в постоянной реабилитации. «Моей дочке сейчас два с половиной года. Она страдает ДЦП, не может ходить. Она нуждается в постоянной реабилитации. Скоро нам предстоит поездка в Павлодар. Я благодарна прихожанам мечети, всем мусульманам и неравнодушным людям, которые помогают нам. Средства, выращенные с этой ярмарки, пойдут на терапию моей дочки. Лечение дает плоды. Врачи делают положительные прогнозы». Согласно шариату, в Ураза-Айд нельзя поститься. Это праздник разговения, а потому в этот день принято веселиться и ходить в гости. В главной мечети Карагандинской области для верующих подготовили угощения и спортивные состязания. В рамках праздничной программы прошли соревнования по аркан-тарту, поднятию гири, борьбе. Особый интерес вызвало состязание «Аудар-Спах». Зрелищная спортивная игра, целью которой является свалить противника с лошади. Победителей наградили ценными подарками. Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. А в мечети Аль-Машани состоялось масштабное мероприятие, организованное руководством в мечети и молодежным ресурсным центром Караганды. Для мусульман города накрыли дастархан и организовали праздничную программу. Во всем исламском мире началось празднование Ораза-Айт. В это время принято навещать родных и близких, высказывать добрые пожелания и оказывать друг другу уважение. Череда мероприятий, приуроченных к Ораза-Айт, стартовала в городской мечети Аль-Машани. Для этой цели объединились спонсоры и прихожане мечети. Наши спонсоры накрыли для народа праздничный дастархан, приобрели призы для победителей национальных игр. Мечеть является лишь площадкой для проведения праздника. Мы выступаем организаторами, но все остальное – дело рук спонсоров. Благодаря им каждый год праздник проходит на высшем уровне. Нельзя не отметить, что масштабный праздник был организован мечетью совместно с Молодежным ресурсным центром Караганды. Мероприятие было организовано, чтобы подарить радостное настроение всей мусульманской общине города в завершении священного месяца Рамадан. Праздник объединяет всех прихожан мечети путем проведения национальных игр – это Аудуар-Сбах, Джамбату, перетягивание каната, поднятие гира. Мы прививаем в сплоченность среди Джамбата. В ходе мероприятия главный имам мечети Аль-Машани вручил служителям мечети благодарственные письма за разъяснение ценностей и направлений ислама. Победителей в национальных играх наградили ценными призами. Прихожане мечети совершили айт-намаз, а затем отведали угощение. Тожан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Золотой врач Жугалтай Хурашев ко дню медицинского работника переиздал сборник своих стихов, в котором он выразил отношения к жизни, любви, родине и к профессии, выбравшей его на всю свою жизнь. Клуб ветеранов «Арда Герлер» в городской библиотеке имени Аойзова презентовал трехтомник стихов Жугалтая Хурашева, который он писал всю жизнь. Три этапа своей жизни отражены в творчестве известного врача региона. Жугалтай разделил свои стихи на периоды своей биографии – молодость, становление и мудрость. Поддержать радость автора при появлении книг на полках библиотеки и не только, пришли его коллеги и друзья. Им было, что вспомнить и рассказать свои истории с точки зрения прожитых лет. Конечно, пришли с отцом и его дочери – Шунаргуль и Гульназар. В медицину Шунаргуль привел ее отец – Жугалтай. Папа наш, помимо того, что он врач, такой очень знаменитый, он еще обладает писательским талантом. Он на свет выпустил вот три серии книг. До этого была выпущена первая серия. Это переизданные уже это и переизданные книги. И они сейчас были представлены в библиотеке имени Мухтара Лоэзова. Все собравшиеся на презентации подчеркивали, что книги будут интересны будущим поколениям. Медики всегда стоят на страже здоровья людей. А здоровье нации стоит в основе современной политики, ведущей партии Казахстана Нур-Отан. Событие произошло. Новый трехтомник из стихов Жугалтая Хурашева, врача, отмеченного государственными наградами, нашего современника, отработавшего в Карагандинском регионе около 30 лет, стоит в одном ряду с такими земляками-поэтами, как Серик Аксын Корлы, Руслан Нурбай, Серик Сагентай. Папа вообще писал всегда, всю жизнь, сколько мы его помним, с молодости. Стихи его очень такие мудрые, глубокие, полны человеческого такого, светлого. Поэзия, как и музыка, апеллирует глобальным категориям. Это мир, любовь, свет, тьма, героизм. Здесь нет недомолвок и недосказанного. В искусстве всегда присутствует открытый нерв. Все это есть и в трехтомнике стихов Золотого врача Жугалтая Хурашева. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В студенческих общежитиях Карагандинского государственного университета и медицинского университета проживают преподаватели и другие сотрудники с семьями. Отсутствуют актуальные списки, а также информация о стоимости места в общежитии. Все это способствует распространению коррупции. Таковы результаты рейда, которые провела специальная мониторинговая группа. Это студенческое общежитие Карагандинского государственного университета имени Букетова. Здесь члены специальной мониторинговой группы обнаружили сразу несколько нарушений, главной из которых – проживание в общежитии преподавателей и других сотрудников вместе с семьями. В результате этого может возникнуть нехватка мест для самих студентов. Кроме того, отсутствуют актуальные списки проживающих. При инспектировании также были установлены факты, что в общежитиях отсутствует прозрачность. Сейчас все требуют, чтобы в целях искорнения коррупционных рисков информация была прозрачной. А именно при входе в общежитие, в то или иное здание, там должен висеть список, сколько людей там проживает, фамилии, имя отчества, кто проживает в этих помещениях и так далее. К сожалению, эти списки отсутствуют. То есть эти факты тоже будут затронуты на здесь здание и спецмониторинг группы. Следующая на очереди – общежитие Государственного медицинского университета. Здесь также было выявлено отсутствие актуальных списков. Кроме того, отсутствуют опубликованные в открытом доступе цены на проживание. Также отсутствует перечень студентов, нуждающихся в общежитии. Вот, например, у нас 525 студентов. 525 студентов на 1 сентября мы заселили. Потом идет движение студентов. Движение начинается. Уезжает студент, освобождается место на его место. И очередь. Приходит другой студент. Да, очередь есть. Специальная мониторинговая группа создана для оценки состояния студенческих общежитий Караганды, а также для контроля над соблюдением законности при распределении комнат для студентов. Отметим, что главой государства в целях реализации нового масштабного шага по пути социальной модернизации было предложено 5 инициатив. Одной из них является повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи. Андрей Тенаман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Центр знания в формате коворкинг-центр открылся в детской библиотеке имени Абая. Инициативный проект партии Нур-Отан выступает за развитие современного образования. Здесь можно получить доступ к различной литературе многих библиотек Казахстана. Детская библиотека имени Абая выбрана неспроста. Ее история началась более 60 лет назад. Книжный фонд составляет более 130 тысяч единиц печатной продукции. Ежегодно в библиотеку записываются более 12 тысяч новых читателей. В эпоху глобализации на пути к современному обществу традиционная библиотека трансформируется в коворкинг-центр. Это место, где посредством интернета можно получить доступ к литературе многих библиотек Казахстана. Но это не библиотека в традиционном понимании. Общение здесь только приветствуется. Кроме того, здесь можно будет поиграть в шахматы, спеть, пообщаться. Здесь такая свободная зона для молодежи. Попить кофе. Вы видели первые кофейники, где бизнес создал специально. Там можно будет посидеть, попить кофе, пообщаться, почитать книгу, обменяться мнениями. Точно так же здесь может быть просмотр фильмов. Современные коворкинг-центры создаются в рамках партийного проекта Библиотеки Казахстана «Современные центры знаний». В областном филиале партии уверены, что центры позволят постепенно привить любовь к чтению и сформировать культ знаний среди подрастающего поколения. Я думаю, молодежь в первую очередь начала бы с нашей классики, действительно, с Абая читать литературу, а потом дальше уже, что им нравится. И дети, приходя в эту библиотеку Абая, я думаю, в первую очередь они все-таки больше доступ к этой литературе идет детской. Здесь прививается, наверное, любовь и к поэзии, мы слышали. Здесь ребята, которые постоянные подписчики, они постоянно здесь и в детскую библиотеку. И я у них как раз, формула успеха была, они меня приглашали. И мне было очень сложно было им отвечать на вопросы, потому что такая креативная молодежь, школьники были, и они разного рода задавали мне вопросы. То есть я уже перед ними как бы держала ответ. Посетители центра смогут изучать языки, почитать классическую современную литературу, найти обучающие материалы. Коворкинг-центр в основном рассчитан на подростков и молодежь, поэтому к оформлению подошли с фантазией. Праздник, давайте сиять, гореть и смеяться, мы дети, и нам нельзя огорчаться. А кто засыпался, тот проиграет, что жизнь на гонялке, давайте представим, давайте носить наизнанку рубашки, давайте крепляться, ходить в это башками. Первый коворкинг-центр был презентован в Шахтинске. До конца года планируется открытие центров знаний во всех городах и районах Карагандинской области. Необходимо отметить, что партия Нур-Атан разработала более 20 новых инициативных проектов. Они касаются поддержки малого и среднего бизнеса, развития системы образования, а также реализации программ «Цифровой Казахстан», «Рухани-Жан-Гру» и модернизации партии. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансово Устар. Субтитры создавал DimaTorzok